Так говорит Создатель Благовест Скоро, очень скоро, когда, как я говорил, пойдут волны человеческого интереса, люди потянутся к тебе, и неизвестные тебе люди, и еще многие другие будут рядом для того, чтобы нести свет знаний людям. Их просветительская деятельность будет нужна людям, а от меня за это они получат благодать на земле и ту гармонию, которой они стремятся, и без которой души их пребывают в смятении. Что же касается тебя, то я уже говорил и еще раз повторю, что ты остаешься сейчас в материальном, осязаемом мире, но одновременно, как избранный, будешь присутствовать и в духовном мире. Это очень сложное состояние, но оно доступно только моим избранникам, и это крайне редко. Такое состояние имели единицы пророков, но Моисей и Христос это чувствовали и знали свою судьбу и судьбы людей, которые я им доверил. Быть в двух мирах сразу, одновременно, действительно трудно и особенно морально, но почетно, и это счастье, которое выпадает только избранным. Великие избранники были не только великими счастливцами, но и великими мучениками, потому что самое главное мучение заключается в том, что избранный человек видит то, что не дано никому видеть. Но помочь всем людям нет сил и возможностей, и остановить падение человека не всегда возможно. Твое положение между мирами изменит твой менталитет, отношение к миру, к своей судьбе и к своим близким. Я сказал, что мир перевернется вокруг тебя, и твой личный мир, и мир людей, населяющих землю. Ты хочешь спросить о Божьей Матери, и почему иконы ее много сильнее, чем у многих святых, включая Христа? Я говорил, что миром правит гармония, и поэтому образ Девы Марии, как бы Матери Христа, есть образ женского начала, есть в некотором смысле оберег для людей земли. Это заступница, великая на земле, обеспечивающая гармонию мира вашего, а потому после меня самое сильное энергетическое воздействие и помощь людям. Что такое иконы? Люди всех времен всегда желали увидеть божества. Божества идеальные, не имеющие материальных, человеческих недостатков и сохраняющие пропорции человека. Это естественное желание людей пощупать, убедиться в реальности божественных начал, и образ святого в позе материального, нарисованного человека, был востребован в те давние времена. Поэтому иконы, образы святых, есть дань историческим традициям людей, пришедших в религию из язычества. И чем старше икона, тем мощнее ее энергетический заряд, который ею был получен от молящихся людей, и тем большей позитивной энергии отдается, переходит людям. Если икона написана даже великим мастером, она будет иметь локальное энергетическое поле, отражая, как в зеркале, энергетику живописца. Икона же, намоленная людьми, — это огромный позитивный энергетический заряд, способный не только облегчить моральные, но и физические страдания человека. Икона, образ святого, тогда становится животворящей, когда наполняется энергией людей. Человек делает рисунок на доске иконой, чудодейственной и сильной. Благодаря въезд.